Конечно, мне не хотелось бы говорить об Армении ничего плохого, но при нынешнем руководстве это тяжело будет сделать. Пока Пашинян возглавляет Армению, Армении подпишет все, что от нее кто-то потребует. Ну, кроме России. На Россию руководство Армении на привалы сейчас. А то, что Турция потребует, или американцы, или Баку, вы все подпишете. Ну, в смысле, Пашинян все подпишет. Я не знаю деталей, что там оговорено, кроме мира, там мирный договор, но там какие-то оговорятся условия, границы, судьба Нагорного Карабаха, там упоминается население выселивого из Нагорного Карабаха, ну и так далее. Азербайджан готов, пусть он победил. У него все козыри на руках, он все, что хотел, получил. И, естественно, ему важно сейчас зафиксировать это в мирном договоре, поскольку это его победа. А вот что там Армении теряет, при этом на данный момент ясно, конкретно, что он теряет, а что там все в перспективе записано, и что она получает в замене, я не знаю. Это нужно читать от текста этого договора. Турция на стране Азербайджана, поэтому последник, можно ее назвать последником, но она, позиции Баку, нюансы, наверное, есть, но позиции Баку и Анкаре, насколько я представляю, полностью совпадают, там 99% совпадают. Но если Ереван признает Турцию последником, то это дело Еревана, хотя она, конечно, одна из сторон, она на стороне Азербайджана, поэтому в чистом виде, в классическом виде, последником нейтральным ее считать никак нельзя.